История этого института – история отечественного авиастроения. Именно здесь Андрей Туполев разработал первый цельнометаллический самолет АМТ-2. До этого воздушные машины были деревянными, а конструктор Чурёмухин создал первый вертолёт. Здесь работали Миль и Камов. Кстати, именно Камов-то и придумал слово «вертолёт». И даже будущий основатель ракетной техники Сергей Павлович Королёв был инженером этого института. Даже баллистические ракеты делались в ЦАГе. Королёв, Челомей, кто там ещё, значит, Янгель. Все они паслись в ЦАГе. Все испытания этих самых баллистических ракет, аппаратов входа, спутников и так далее, всё делались в ЦАГе. 90 лет назад, в разгар гражданской войны, когда казалось совсем не до науки, вышло постановление правительства о создании Центрального аэрогидродинамического института, сокращённо ЦАГе. Возглавил институт выдающийся русский инженер Николай Егорович Жуковский. Здесь учили летать все серийные самолёты. Начиная от первых пассажирских лайнеров, заканчивая фаворитами современных авиасалонов, истребителями МиГ-29 и Су-27. Благодаря уникальным лётным характеристикам этих машин появились новые фигуры высшего пилотажа – «Колокол» и «Кобра». «Кобра», значит, родилась, вообще говоря, в ЦАГе. Оказалось возможным самолёт забросить на очень большие углы атаки. До 180 градусов. То есть он вообще на спину мог лечь. Специальная гиперзвуковая аэродинамическая труба. Её построили для испытаний «Бурана». Этот летательный аппарат был уже не просто самолётом, а космическим многоразовым кораблём. Специалистам приходилось многое делать заново – воссоздавать условия полёта в космосе. Модель «Бурана» нагревали до 2000 градусов, чуть меньше, чем на поверхности Солнца. Именно такие температуры испытывал корабль при прохождении плотных слоёв атмосферы. Для защиты челнока разработали специальный панцирь – больше 30 тысяч кварцевых плиток. Причём наклеивали их небеспорядочно. У каждой было своё место. В ноябре 1988-го «Буран» стартовал в космос. Интересно, но ещё на заре создания «Союзов» в начале 60-х к спускаемому аппарату, в котором космонавты возвращаются на Землю, предлагали прикрепить вертолётный винт. Роторный, а иначе вертолётный способ посадки позволял приземляться почти с нулевой скоростью. Испытания проводились в ЦАГе. Известно, что вертолёт на режиме авторотирования может плавно опуститься на Землю, тем самым избежав удара. Конечно, эти идеи пытались приспособить и для космических пускаемых аппаратов, но в силу ряда причин, это, кстати, и аэродинамических, и газодинамических, и вопросов безопасности, это, кстати, комфортные экипажи, от этой идеи, в конечном счёте, отказались. Сегодня в ЦАГе заканчиваются испытания нового отечественного пассажирского лайнера «Суперджет-100». Самолёт несколько лет подвергали безжалостным испытаниям. В специальных трубах модель продували мощнейшими воздушными потоками, скорость которых достигала тысячи километров в час. Здесь намеренно разрушают все самолёты, чтобы определить их прочность. Мы нагружаем все агрегаты до 100%, выявляем ошибки, которые сделаны конструктором, и лечим эту конструкцию, для того, чтобы он выдержал 100% нагрузки. И даём сертификат. Один из проектов будущего – сверхзвуковой пассажирский самолёт. Вместо привычных восьми часов полёта по маршруту Москва-Камчатка, время в пути сократится почти вдвое. Также на очереди испытания корабля для космических туристов. Разработок много. Но лишь в ЦАГе дают окончательное заключение – кто получит право на полёт.